Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Клэр Майклс Уиллер «Стресс» «Десять способов, которые помогут обрести покой» Читает Ольга Салем «Введение» Стресс может отнять у нас все, и это не преувеличение Незаметно пробравшись в нашу жизнь, как вор в ночи, он лишает нас сна и здоровья Часто мы не осознаем стресс как серьезную проблему, пока не начинаем страдать от высокого артериального давления, хронических болей в спине или других симптомов Если вы уже ощущаете на себе подобные последствия, снижение стресса может кардинально изменить течение заболевания А контроль за его уровнем позволит вам сохранить как физическое, так и ментальное здоровье Трудно переоценить пользу для здоровья от управления стрессом Но это не единственная причина, чтобы научиться подчинять себе стресс Избавившись от лишнего напряжения в теле и сознании, вы освободите свой творческий потенциал, расчистите пространство для духовного роста Сможете заниматься полезными делами, строить более счастливые отношения и по-настоящему чувствовать силу и вибрации своего тела Эта небольшая книга предлагает 10 простых, но мощных способов значительно уменьшить негативные воздействия стресса на вашу жизнь Одни результаты дадут о себе знать незамедлительно Например, уменьшится мышечное напряжение, улучшится сон Другие станут отличными инвестициями, которые не хуже круглой суммы на банковском счете Сделают вашу жизнь более счастливой, насыщенной и продолжительной В этой аудиокниге вы найдете упражнения, опросники и письменные упражнения, которые помогут вам обнаружить Что вызывает стресс лично у вас Как эффективно реагировать на стрессогенные факторы Как гораздо меньше напрягаться Дополнительный раздел для изучения в конце каждой главы предлагает еще глубже погрузиться в тему Поэтому приготовьте пустой блокнот, ежедневник или используйте приложение для заметок на вашем телефоне Записывайте свои выводы и фиксируйте появляющиеся навыки снятия стресса Что такое стресс? Стресс – это процесс взаимодействия между вами и внешней средой Большинство исследователей и врачей определяют стресс как внутреннее состояние, возникающее, когда Давление жизненных обстоятельств превышает вашу предполагаемую способность справиться с ними Давайте рассмотрим это определение подробно Во-первых, происходящее с вами – это явление как физического, эмоционального и психологического, так и социального характера Другими словами, стресс – это комплексная реакция Ежедневно ваши ум, тело и душа подвергаются испытаниям Они же являются тем источником, из которого можно черпать ресурс для решения возникающих задач И это очень хорошая новость Во-вторых, уровень стресса определяется вашим собственным представлением о том, насколько хорошо вы можете с ним справиться К счастью, умение преодолевать трудности – это навык, который каждый может усовершенствовать сам Копинг – противоядие от стресса, а ключ к нему – ваше восприятие Другими словами, смысл всего, что с вами происходит, полностью зависит от вас В рамках нормального человеческого существования стресс – это не то, что с вами происходит Это то, что вы думаете и чувствуете по этому поводу Это значит, что контролировать уровень стресса в своей жизни можно Каким образом? Вы можете изменить свои мысли о происходящем вокруг Вы можете изменить свою реакцию на внешние факторы Вы можете взять на себя ответственность за те пугающие, беспокоящие и тревожные мысли Которые терзают ваш разум, даже когда для этого нет причин Вы можете избегать стрессовых для вас ситуаций Вы можете делать то, что дарит вам умиротворение Простые решения проблем, связанных со стрессом, основаны на силе, который вы уже обладаете Прямо сейчас, с помощью рекомендаций из этой книги Вы можете изменить свое мышление Получить доступ к запасам жизненной энергии Приобрести новые навыки И наладить здоровую связь с окружающим миром Острый versus хронический стресс Существует два вида стресса Острый и хронический Острый временный стресс – полезен Хронический, длительный стресс Не так полезен И на самом деле может серьезно навредить Острую реакцию Молниеносный автоматический отклик на стрессовую ситуацию Человек разделяет со всеми остальными млекопитающими Это механизм выживания Вызывающий глубокие, почти мгновенные изменения в каждой системе организма Главный посыл звучит примерно так Ты в опасности, убегай Как только вы чувствуете угрозу Ваш мозг начинает посылать сигналы телу И выделять гормоны, которые приводят вас в боевую готовность Частота сердечных сокращений и кровяное давление растут Кровь отливает от кожи и пищеварительных органов В мозг и крупные мышцы тела Так вы быстрее сообразите, как добежать в безопасное место И у вас хватит на это сил В идеале, как только угроза миновала, все системы организма возвращаются в нормальное состояние И вы можете расслабиться Природой рассчитано, что с телом это происходит само собой Однако в этот момент развитый мозг и богатое воображение оказывают нам медвежью услугу Раз за разом, представляя все те ужасные вещи, которые могли бы произойти, их последствия для наших отношений или кошелька Мы продлеваем состояние тревоги и застреваем в хронической реакции на стресс Порочный круг хронического стресса должен быть разорван как можно скорее Некоторым приходится разбираться с прошлым с помощью психотерапии Но для большинства лучшим способом победить стресс Будет изучение простых, эффективных способов борьбы с ним Прямо сейчас Зачем управлять стрессом? Тот факт, что жить под избыточным давлением окружающего мира непросто, в объяснении не нуждается Вы точно знаете, как неприятно испытывать стрессы за дня в день Но стресс не просто неприятен, он опасен для вашего здоровья Появляется все больше данных, подтверждающих тесную связь между хроническим стрессом и различными соматическими проблемами Инфекции верхних дыхательных путей Ишемическая болезнь сердца Аутоиммунные заболевания Плохое заживление ран, депрессия Все эти и многие другие недуги усугубляются хроническим стрессом Подумайте об увеличении частоты сердечных сокращений и повышении кровяного давления Усилении мышечного напряжения и нарушении пищеварения О всех тех физических изменениях, которые происходят при появлении угрозы Со временем эти изменения влекут за собой чрезмерный износ задействованных органов Сердце работает усерднее, чтобы поддерживать свой ритм и бороться с повышенным давлением Мышцы устают и болят, их сводит судорогой Боли в пояснице становятся типичным признаком хронического стресса Из-за нарушения работы желудочно-кишечного тракта Пища не переваривается и не усваивается должным образом Это лишает организм питательных веществ, необходимых ему для жизни и развития Вмешательство стресса в восстановительную функцию сна Еще один механизм, порождающий переутомление Сон жизненно важен для психического и физического здоровья Ночью наш организм отдыхает Клетки обновляются, восстанавливаются повреждения, полученные в течение беспокойного дня Если у вас проблемы со сном, стресс, вероятно, является одним из факторов вашей бессонницы Изучение и практика навыков управления стрессом, представленных в этой книге, могут способствовать улучшению вашего сна Медицина разума и тела, MindBodyMedicine, MBM, предоставляет нам креативные, эффективные способы борьбы с постоянными недомоганиями, связанными с хроническим стрессом Она объединяет в себе области биомедицины, психологии здоровья, общественного здравоохранения, сестринского дела и психотерапии МBM основывается на теории, согласно которой тело, разум и душа являются взаимосвязанными, неразделимыми частями одной системы Стрессор, воздействующий на разум, затрагивает также тело и душу человека Принимая меры для исцеления вашей души, вы исцеляете свои тела и разум В этой книге предложены техники MBM, которые заменяют одни психологические установки и эмоции, вызывающие тревогу, на другие, более спокойные Даже такое простое действие способно вызвать серьезные изменения в вашем теле Сердцебиение замедлится, дыхание станет глубже, мышцы расслабятся, а приток крови к органам пищеварения увеличится Ваше тело получит передышку от постоянного воздействия стресса Чем чаще и дольше вы будете практиковать эти техники, тем легче вам будет переключать вашу нервную систему с овердрайва на нейтральную передачу Мысли станут яснее, улучшится самочувствие, к вам вернется контроль над собственной жизнью Начиная работу с 10 способами борьбы со стрессом Обязательно получите доступ к бесплатным бонусным материалам, включая дополнительные упражнения и ресурсы на веб-сайте этой книги www.newharbinger.com 47643 Перед полным погружением пройдите следующие упражнения, чтобы узнать, на каком этапе вы сейчас находитесь и с чего хотели бы начать Готовы измениться? Вам понадобится блокнот, три листа чистой белой бумаги, несколько простых и цветных карандашей или маркеров разных цветов Сядьте в удобном месте рядом с твердой поверхностью, на которой можно рисовать Вам нужно сделать три рисунка Прослушайте инструкции, представьте изображение, а затем перенесите его на бумагу Рисуйте, не задумываясь о конкретном содержании наброска Просто коснитесь карандашом бумаги и дайте выход всему, что накопилось Доверьтесь себе Изображение номер один Закройте глаза и расслабьте мышцы тела Это может занять некоторое время Когда ваше тело станет свободнее, а сознание восприимчивее, сосредоточьтесь и спросите себя Как у меня дела? Пусть на листе появится любой образ, пришедший вам на ум Возьмите любой карандаш или фломастер и начинайте рисовать Не цепляйтесь за конкретную идею Пусть мысли текут свободно Ответьте на вопрос, как у меня дела, этим рисунком Это быстрое интуитивное упражнение, поэтому рисуйте не больше двух минут Изображение номер два Повторите этап расслабления и концентрации из начала первого упражнения Возьмите второй лист И на этот раз спросите себя Что меня беспокоит? Снова за минуту или две Перенесите на бумагу образ, отвечающий на этот вопрос Изображение номер три Повторите первый этап Теперь задайте себе вопрос Что сейчас делает меня счастливым? Также за одну-две минуты изобразите ответ на третьем листе Теперь вернитесь к первому рисунку И ответьте на следующие вопросы в своем блокноте Каков общий тон изображения? С каким словом оно ассоциируется, когда вы смотрите на него? Есть ли в рисунке нечто особенное, что бросается в глаза? Предметы, люди, цвета или формы? Запишите, что это Обратите внимание на более тонкие аспекты рисунка Есть ли там маленькая деталь или какой-то неопределенный элемент, который для вас что-то значит? Напишите об этом Затем проделайте то же самое по очереди с двумя другими изображениями Теперь взгляните на эти три рисунка в целом И ответьте на следующие вопросы Есть ли у них что-то общее? Использовали ли вы похожие цвета? В каком-то больше энергии, чем в других? Насколько они подходят друг к другу? Напишите об этом Чистую страницу вашего блокнота разделите на три колонки А заглавьте первую «Я сейчас» На основании первого рисунка составьте список из пяти, десяти прилагательных или коротких фраз, которые описывают вас в настоящее время Вторую колонку обозначьте «Раздражители» и заполните, руководствуясь вторым рисунком и вашими записями Некоторые пункты этого списка могут быть очевидными, но в нем может появиться и то, что раньше вы не считали стрессогенным фактором Третья колонка — ресурсы Взгляните на третье изображение и его письменный анализ И составьте простой список приятных для вас вещей Поразмыслите над результатами упражнения и запишите в блокнот все, что приходит на ум Рекомендую повторять его каждые пару месяцев, пока вы меняете свою жизнь И раз или два в год после Вы будете жить более осознанно и осмысленно, если будете уделять себе больше любви и внимания А теперь приступим к работе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok